всем привет сегодня мы с вами вновь будем смотреть как я делаю корзинку потому что месяцев сколько 10 назад я выложил одно видео где я делал корзинку и люди смотрели это видео да но кто-то мне сказал что корзинка кривая кто-то сказал что можно делать по-другому я потом посмотрел на видео выпуске других людей кустарей которые действительно занимаются этим скажем так профессионально и я заметил некоторые отличия в том процессе который делал используют они при плетении корзинки и в том который использую я сразу хочу сказать в том видео и в этом видео я говорю что тогда говорил сейчас говорю что меня этому никто не учил я до всего доходил сам естественно бывают поначалу какие-то косяки но тем не менее вот уже сколько лет я время от времени делаю разные корзинки получаются можно ходить за грибами можно ходить за ягодами нужно ходить в магазин они выдерживают вес достаточно хороший по 15 по 20 килограмм и не рвутся не ломаются преимущество вот как раз такой вот упаковочной ленты пластиковой в том что она достаточно крепкая вот и я конечно же покажу вам еще кое-что не корзинку а сумку которую я когда-то сплел из такой же ленты сейчас у меня гладкая лента гладкая и скажем так эластичная но немножко жестковатая корзин ту же сумку я плел из жесткой ленты называется robust и на ту сумку у меня ушло примерно дня два потому что она узкая и достаточно жесткая лента я тогда себе все руки поранил этой лентой но тем не менее я сделал себе ту сумку что входит в ту сумку я вам потом ее покажу а сейчас вот давайте я сейчас настрою камеру чтобы она стояла именно показывала как я все это делаю и буду постепенно рассказывать может быть о корзинках может быть об этих лентах может быть еще о чем-нибудь пока еще не знаю в общем давайте смотреть и так у меня приготовлено два комплекта уже нарезанных полосок вот вот эти вот полосочки и вот эти вот полосочки я все это делаю на глаз я не использую никаких каркасов я не использую никаких допустим фанерных коробок для того что им ящиков для того чтобы набивать эти ленты на вот эти ящики гвоздиками или скрепочками и потом плести я делаю все с нуля не используя так я уже сказал никаких нигар ни каркасов не коробок для оплетки сторон корзинки которые я буду плести у меня приготовленная ну такая вот мягкая лента достаточно мягкая хорошая лента и приготовлен точно такая же вот как вот это вот жесткая лента сказать честно я еще не знаю из какой ленты я буду делать оплетку или из жесткой или из мягкой но тем не менее я начинаю это плести и потом в процессе плетения под настроение мы увидим все-таки какую ленту я буду использовать итак давайте сейчас стол подвину к вам ближе камере вернее и сначала я раскладываю ленточки для того чтобы сделать донышко делается это довольно легко много усилий прикладывать не надо выравниваем хвостики чтобы они у нас были нормальными раскладываем сейчас разложим и прижмем прижмем их с одной стороны вот этими рамками чтобы они у нас не прыгали и потом будем делать донышко если вы делали пробовали уже плести вы прекрасно знаете что донышко делается достаточно легко и быстро чего не скажешь именно о полосках именно о самих сторонах о боковинках корзинки так конечно же если вы используете допустим каркас фанерную коробку вернее фанерный ящик на который вы набиваете вот эти полоски гвоздиками чтобы легче было плести это можно да это можно но я я никогда этого не видел я никогда этого не делал и старался доходить до вот этого сам так все зажал относительно зажал теперь игру вот такие вот полосочки и начинаю вплетать одну за другой значит что я хочу сказать сам процесс вот этого плетения он интересен тем что развивает в наше воображение и ставит нас перед выбором или ты все-таки попробуешь что-то сделать и научишься это делать или ты сдашься и не будешь этого делать я как-то раньше работал на заводе бмв 4 года и когда я увидел там вот эти вот ленты как выбрасываются все когда распаковываются детали я подумал блин было бы классно парочку таких ленточек взять домой чтобы сплести корзинку но я тогда даже понятия не имел о том сколько этой ленты уходит на плетение одной корзинки и когда я после завода бмв устроился в другую фирму работать в этой фирме я увидел что такая вот лента раньше она была у нас более мягкая с одной стороны по сторонам она гладкая вот это вот лента но была более мягкая но сама поверхность грубая и я попробовал из той ленты плести корзинки я спросил руководство фирмы можно ли взять такую вот упаковочную ленту домой спросили для чего тебе это надо ну я хотел бы попробовать плести корзинку а ты что умеешь грунет не умею но хочу попробовать добери все равно у нас она выбрасывается и поэтому у меня нет проблемы с тем чтобы допустим задаваться вопросом где приобрести вот такую вот ленту она у меня есть всегда в достатке еженедельно у нас на фирме выбрасывается минимум один большой 300 килограммовый мешок по объему на 300 на 400 литров мешок куда естественно входит по килограммам меньше у нас еженедельно на фирме выбрасывается минимум один вот такой вот мешок вот этой упаковочной ленты отработанный уже снимается она с палет с товаром и выбрасывается потому что она по второму разу уже не 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 используется вот так прижимаем немножечко спокойненько вставляем ленточки поэтому я и время от времени беру эту ленту и чтобы не забыть как я кустарничаю плиту корзинку раньше это я делал намного чаще делал больше этих корзинок делал разные корзинки маленькие большие средние какие угодно так плел тоже 5 штучек 67 сделаю еще восьмую корзинку я сегодня делаю небольшую чтобы это во первых не за не заняло очень много времени не отвлекло слишком много вашего внимания ну и чтобы показать уже немножечко под другим углом зрения сам процесс плетения корзинки именно так как плиту я не так как плиту другие я ничего не имею против тех кто допустим на пластиковых канистрах сначала наматывает ряд вот этих вот лента потом вплетает другие или кто-то делает на фанерных вот этих вот ящиках накладывают потом гвоздиками забивают чтобы они не рассыпались и далее опять вот этими ленточками плетают не знаю я делаю вот так как я делаю и один был у меня как-то курьезный случай с такими лентами пришел к нам на фирму работать человек из бывший гдр он так у нас получится вот такая вот корзиночка скажем так квадратненькая ну под что эту квадратненькую корзиночку можно будет использовать ее можно будет использовать скажем под ягоды под клубнику но поэтому чтобы она у нас не было квадратная я сейчас сделаю еще несколько ленточек вот сейчас я сниму размерчик и сделаю еще пару лент так вот этот человек пришел к нам работать менеджером по персоналу и он увидел что я беру домой вот эти вот пластиковые ленты для того чтобы свести корзинки вот он ко мне подошел и говорит слушай я вижу что ты берешь эти ленточки и довольно часто я говорю но я беру не часто я беру говорю максимум один раз в два месяца чтобы сплести одну корзинку потому что мне это дело нравится я попробовал у меня более-менее начал это получаться почему бы нет и вот он не говорит слушать мне такая есть идея давай говорит сделаем вот что я буду тебе продавать эту ленту вот такой вот а большой мусорный мешок объемом в 300 литров я буду тебе продавать такой мешок раз в неделю за 15 евро а ты будешь плести корзинки и можешь их продавать дальше если ты хочешь я ему говорю ты знаешь говорю у меня есть другая идея что если я пошлю тебя к чертовой матери с твоим предложением да простят меня очень религиозные люди за такое высказывание и буду брать и дальше эти ленточки не платя тебе ни копейки а ты знаешь говорит он мне что за эти ленточки типа на фирма может подать на тебя в суд за то что ты их воруешь игру во первых посмотри откуда я их беру я их беру из нашего большого мусорного контейнера пластикового эти ленточки у нас выбрасываются приезжает фирмы которые увозят их в переработку уничтожает и все и потом эта фирма продает это дальше мы же все это отдаем фирме бесплатно говорю поэтому отстань от меня за своим идиотским предложением я у тебя нихрена покупать не буду директор когда услышал он сказал это марку говорит ты что идиот что ли говорит может быть тебе ищу туалетную бумагу отработанную продавать может ты на этом бизнес или сделать ну вот такое было дело вот значит смотрим дальше донышко у меня уже готова вот получилось вот такая вот плетеночка вот смотрим вот такая плетеночка получилось сейчас я сначала из серединки вот так вот из серединки буду загибать эту ленточку сюда чтобы она у меня не расползлась когда я начну плести именно по сторонам и тут я сейчас как раз вижу что в некотором роде вот эти вот люди которые делают корзинки на каркасах именно на вот этих вот пластиковых то есть на пластиковых коробках или на фанерных ящиках прибивая эти ленточки в принципе они выигрывают по скорости плетения естественно по форме потому что когда ты плетешь вот так вот как у меня сейчас вот это делается в какой-то степени корзинка иногда получается слегка кривовато это потом можно исправить когда делаешь уже сами сторону перед и зад я сделал теперь я точно таким же образом буду загибать вот эти вот боковушки и потом уже на эти боковушки я начну заплетать но есть еще один момент на который я хотел бы обратить ваше внимание я всегда поражался тому как красиво и четко у людей получается или вот допустим ну не будем говорить про фабричное производство потому что это фабричное производство там машина там автоматом совсем все по-другому там одна корзинка делается в течение может быть одной-двух минут потому что там все поставлено на на поточную линию там все сделано доброкачественно хорошо поэтому фабричником у меня фабриканта у меня нет никаких претензий да и к простым кустарям у меня тоже претензий нет вот смотрите что получилось сейчас я начну оплетать значит я буду наверное все таки использовать вот это вот мягкую ленту вот эту мягкую ленточку потому что она легче мягче ее можно быстрее заплести вокруг вот это вот остого корзинки значит я видел как люди почему у людей получаются красивые четкие корзинки с ровными краями потому что люди просто напросто каждый круг на этой корзинке заплетают отдельной лентой то есть человек допустим порезал вот такую ленту на куски оплел круг отрезал оплел круг отрезал оплел круг отрезал и получается что у него действительно вот эти вот ошметки эти ленты ложатся ровно друг на друга у меня же все идет по спирали вверх снизу вверх поэтому у меня иногда получается такие вот кривые края но чтобы избежать этой кривизны в краях я просто напросто так в первую очередь я подрезаю вот так вот краюшек на искать я подрезаю край для того чтобы она не сильно бросалась глаза потом я все равно буду подравнивать края корзинки оплетая и и вот видите это обрезал оплетая ее ободом и так ну что ж начинаем плести именно сами стороны для того чтобы у меня они они не рассыпались я делаю вот такой вот просто уголочек загибаю все я ее вставляю сейчас сюда вот так вот за одну ленточку сначала я делаю просто один оборот вот этой вот ленты вокруг острова почему она у меня сейчас не разлетается потому что я ее здесь у каждой вот у каждого уголка я ее загибаю так тут она вылетела сейчас мы ее обратно вставим так вот раз все потом подровняем вот и в принципе сам процесс можно сказать уже начинается сейчас здесь вот так вот сделаю просто все тут я вот так вот я здесь загнул вот так вот и и начинаем начинаем плести корзинку значит так сначала я выкладываю здесь один ряд и прогоняю его сюда наверх вот так опять же здесь я загибаю загнул уголок есть и теперь вот что я начинаю делать обычное плетение корзинки краешек за краешек вот так вот теперь можно эти края загибать чтобы они не раз не разлетались стороны спокойненько один за другим пусти ленту где-то у нас будет шум но это не страшно собака тебя никто не спрашивал так вот такие вот дела конечно это интересное дело но я не плиту эти корзинки постоянно нет ни в коем случае я когда я только-только начал плести эти корзинки я вошел в раж я плел как минимум одну корзинку в неделю и через год у меня можете себе представить сколько было корзинок у меня было штук 40 наверное естественно я половину большую часть из этих корзинок где продал продавал продавал причем совсем по дешевке действительно по дешевке потому что мне стыдно было брать деньги за то что я делаю из отходов но это же отходы производства поэтому я не мог брать среди деньги кому-то я просто так дарил настырные кто говорил что это же работа блин давай тебе хотя бы 5 евро да ну хотя бы ладно давайте с тобой и вот так вот мне давали 5 евро потом я просто-напросто прекратил эти корзинки плести я немножечко устал от этого потому что все таки иногда это бывает тяжело и времени на это нет времени на это не всегда есть лента бывает не такая вот например у меня и желтая корзинка пришла к нам палета с товаром оплетенная желтой лентой причем там было хорошо там этой оплетки срезали ленту и выкинули нафиг это нужно думаю блин но вам она не нужна желтая корзинка будет смотреться классно поэтому я взял эту ленту себе домой я не убегаю от камеры нет вот потом было то есть также синяя лента красная лента белая лента естественно я как человек которому жалко такую вот красоту терять я брал эти ленточки начинается бардак я брал эти ленточки и приносил их домой ну и они лежали до поры до времени пока я их не начинал оплетать оплетать и делать из них корзинки желтой корзинкой я до сих пор хожу за грибами летом летом осенью нет весной не хожу хотя весной тоже есть грибы вот эти вот ноженки есть таких сморчки зимы остаются зимние грибы есть опята они кстати тоже очень хорошо у нас под снегом лежат вернее растут и наступает когда оттепель они выбрыкиваются из-под снега и можно их собирать но я за грибами за клубникой на поле хожу летом вот и с этими своими корзинками чтобы не искать лишний раз там коробку или еще что-то или не платить деньги в магазине я со своим иногда куда я ушел со своим инвентарем хожу так секундочку сделаем вот вот так вот чтобы мог если по камере не цапнет вот конечно это дело интересное с одной стороны другой стороны она это дело немножко она требует терпения усидчивости как раньше на школе говорили вот тебе не хватает усидчивости или нужно блин ремнем пить чтобы ты был нормальным умным человеком но как можно сделать человека умными сил убить ремни нифига не так поворачиваемся и заплетаем дальше краешек готов готов выходим сюда за эту ленточку раз теперь я понимаю вот этих людей которые заплетают ленту именно кругами не спиралью не длинным вот этим хвостом как делаю я а именно кругами потому что круг заплел закрепил хвостики пошел следующий заплетать заплел следующий делает дальше естественно потом получается у них и корзинка такая более менее с ровными краями так что у нас тут есть такая буква в этом слове и внешний вид у корзинки получается хороший главное сделать первые два три вот этих вот оборотов а потом уже все становится намного намного легче плетения корзинки сейчас вот естественно как-то будет у меня один момент одна женщина выложила купленную в магазине корзинку и написала мне так такой более-менее комментарий не 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 издевательский но написала мол смотри и учись как надо плести корзинки посмотри какие у меня ровные края а у тебя корзинка какая-то 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 пьяная ну и что я мог сказать я я написал конечно если я в магазин пошел и купил корзинку блин за 15 евро такую как у тебя и у моей корзинки тоже были бы ровные края а так как я блин плиту сам то и края соответственно получается кривыми вот так вот так идем дальше идем дальше заходим мы сейчас заплетаем через две через одну потом и выровнули конечно вот этот вот момент когда у тебя есть станок для того чтобы плести он очень многое облегчает но я видел вот самих вот кустарей здесь в германии как они плетут нас в городе каждый год устраивается такой праздник средневековой баварии да там съезжаются кузнецы там вот эти вот краснодеревщики те которые таких платья который портные которые вот эту платье там средневековые вот эти лучшие кстати эти платья блин жутко дорогие они сидит какие дорогие эти платья наряды и там тоже вот эти вот кустари которые плетут корзинки но они плетут не из такой ленты они плетут из лозы они плетут из каких-то там веточек и овы и прутик и так далее там блин такая ну пишу я все время просто потому что я боюсь камеру теперь понятно и там такая блин красота среди вот этих корзинок что просто нафиг обалдеть и они делают какие угодно корзинки делать маленькие корзинки где в большие лукошки блин для грибов они делают корзины с крышками блин но это конечно из ленты если постараться то сделать можно можно сделать с крышкой но это если бы кто подсказал или показал так у меня один раз получилось сделать полукруглую корзинку сверху вернее круглую корзинку сверху угловатую корзинку по низам и аж сам удивился как это у меня получилось потому что дошло что я использовал очень мягкую ленту в оплетке сторон потому что если бы я не использовал мягкую ленту а именно шоу жесткой у меня бы нифига из этого не получилось так сейчас у меня не все нормально такие дела прогоняем в принципе вот это вот вот это вот уже кто оплетал лозой или прутьями заборы прекрасно знает что именно сейчас вот это особого дома труда не требует нужно только следить за тем чтобы они правильно заплетались и выглядели более-менее хорошо так это мы доставляем сюда вот так это сюда сейчас я ставлю с этой стороны чтобы было видно наверное вот так он будет лучше да вот и поехали хорошо когда вот именно такая вот лента жесткая она у тебя создает сам вот этот каркас корзинки вот этот скелет корзинка вы так тут у меня получился бардак ладно и она не расползается конечно я я понимаю что если допустим кто-то плетет корзинку надевая ее на допустим фанерный каркас это делается для того чтобы вот этот лента как вот я сейчас оплетаю вот этого черной лентой если она именно вся такая мягкая чтобы она не вырывалась и не слетала в сторону поэтому да поэтому я понимаю что вот эти люди делают на вот этих вот или фанерных каркасах ящиках или на картонных вот этих вот то есть план пардон на пластиковых типа как канистры и так далее вот но когда жесткая лента то получается более-менее нормально конечно мне удобнее плести именно вот так именно вот так удобно плести корзинку чтобы она шла лента вся по кругу не прерывалась потому что если она будет прерываться то есть соответственно будет выглядеть бардачно честно сказать я не знаю сколько стоит эта лента в магазине ну что я ее не покупаю я и так был у нас на работе выбрасывать на музыку но если к примеру допустим там вот конечно есть специализированные магазины есть именно магазины для кустарей но допустим вы если пойдете в специализированный магазин который относится к упаковкам и так далее то вы сможете там такую ленту не знаю за сколько ну купить все равно и купить сравнение с магазином для кустарей такая лента в том магазине будет стоить ну раза в два дороже потому что как-никак вы же все-таки куста и вы пришли за этой лентой а для чего она вам нужно делать какую-то декорацию корзинку или еще и вы за меньшее количество этой ленты скажем так заплатите намного больше чем в обычном строительном магазине где вы покупаете упаковку и вот это конечно мне не супер корзинка видео можно назвать типа блин рождение супер корзинки там или супер сенсация и так далее ну какая же это сенсация не сенсация это так просто корзинка и я потом покажу вот что мне вот что мне интересно я видел нескольких несколько видео людей которые плетут корзинки скажем так более менее профессионально они этим наверное зарабатывают на жизнь потому что они плетут помогать таких корзинок продают их выставляют их на продажу где на базарах где на рынках где угодно знают но они делают ручки очень просто они просто-напросто берут такую ленту прогоняют ее через корзинку по всему периметру получается такая тонкая ручка и вот потом этот человек говорит супер корзинка супер ручкой ну какая же то нафиг туда получается корзинка если у нее вот такая вот галимая извините за выражение получилось ручка я ручки плету единственное место где я не плел ручки это у меня было вот это вот сумка который я вам потом покажу вот и маленькие декоративные корзиночки там на одно яблоко на два яблока там вот туда действительно толстая такая вот не придет поэтому я именно на то на маленьких таких вот тонюсеньких корзиночках не не заплетаю ручки а вот так вот на этой корзинке я сделаю ручку плетеную я вам покажу как это делать делается довольно быстро довольно таки легко много труда и времени не занимает так сейчас у нас как раз у нас получается такая сейчас корзиночка с этой корзинкой можно будет свободно потом не знаю пройти за грибами пойти вон у нас скоро сезон клубники начнется можно будет пойти за клубникой с такой корзинкой корзинка такая весит немного и место занимает тоже немного и не у каждого человека есть такая корзинка как у вас которые вы допустим пришли за клубникой вот такие дела я думал что сделают люди делаю ладно так тоже пойдет в общем вы видите что тут скажем так не особо нет никаких секретов нужно просто немножечко терпения потому что особенно вылетают вот эти вот ленты они же скользкие сами по себе и когда эти ленты вылетают то становится блин неприятно самую самую первую корзинку я уже где-то говорил свою самую первую корзинку я плел по моему всем или восемь часов я пытался я старался я тогда приволок домой ленту и я стой ленты стой сделал обычную такую корзинку меня на карме она показалась как говорится первый блинком а мне она показалась кривая я ее попытался выровнять именно по ободу точно такой же ленты чтобы она выглядела более-менее нормально но именно так первая самая корзинка которую я сделал она блин мгновенно у меня ушла именно ушла одна сотрудница на работе увидела сказал ой блин продай мне эту корзинку продай что я буду сделали это моя первая позинка ну продай а нафиг нужно продай мне эту корзинку я в нее буду уложить свои там я хожу на бассейн я в эту корзинку буду складывать свои вот эти вот мыльно-рыльные принадлежности типа вот этот мочалки там очки крем там всякий там еще какую-то ерунду блин мне неудобно было елки после так вот продавать ну ладно фиг с тобой насколько ты мне честно мне было неудобно продать я уже ладно давай пять евро и вот и вот так вот я продал корзинку за 5 евро свою самую первую корзинку потом были корзинки конечно другие были маленькие были длинные были высокие широкие один раз одна женщина тоже на работе сейчас она правда не работает увидела у меня целую бобину черной ленты у нас выбрасывали эту бобину черной ленты она уже была никому не нужна потому что машина которая оплетала этой лентой давным-давно была испорчена и лента нафиг лежала мертвым грузом дирекция сказала можно эту ленту выбросить на муху потому что она не нужна при могу ли я забрать эту ленту себе о господи да забирай а эта лента была действительно много намного жестче чем вот эти вот зеленые и я взял эту ленту себе домой женщина это увидела что я беру себе эту ленту и говорит слушай у меня идея говорит ты не мог бы сплести мне из этой ленты сейчас же у тебя много сплести гамак я говорю гамак да сплести гамак я никогда этого не делал ну это ж в принципе ты говоришь не так и сложно ну с одной стороны вроде бы не сложно но попробовать можно я заплачу да бросьте вы я проклял тот день когда я согласился сплести для этой женщины гамак это была настолько жесткая лента что я чуть не повесился я этой лентой перерезал себе пальцы в кровь это было действительно очень жесткая жесткая болючая лента что я сделал я точно так же как вот в самом начале этого видео вам показывал как я оплетал делал ленточки разрезал их чтобы сделать сам каркас и когда я сделал эти ленточки каркас я понял что тут я вляпался потому что мне нужно целую длинную ленту метров 70 длиной оплетать именно оплетать вокруг вот этого каркасика чтобы получился действительно гамак чтобы с него никто не свалился я целую неделю плел этот долбанный гамак целую неделю она еще не сказала что там нужно чтобы на этом гамаке так вот сейчас у нас получилась такая корзинка вот смотрите вот такая корзиночка у нас получилась сейчас я вот этот хвостик здесь пока я его обрежу сейчас сейчас его обрежу она сказала что по краям этого гамака должны быть такие вот типа петли из этой ленты чтобы она могла этот гамак привесить на ключе между своими деревьями на веревке и тогда в общем я целую неделю потратил на плетение вот этого долбаного гамака я проклял все и с тех пор я сказал ну вас всех нафиг я такими вещами больше не занимаюсь так вот смотрите теперь я начинаю просто-напросто загибать краешки сначала я загибаю края как тут у меня тут у меня один залет сейчас сделаем тут кое-что сейчас я сейчас тут по загибаю края чтобы потом можно было плести дальше потом эти хвостики я просто-напросто буду вплетать внутрь я покажу как это делается довольно таки куда я все время ухожу нафиг я покажу как это делается это несложно делается довольно таки быстро с одной стороны по загибал так я сажусь обратно в кресло с одной стороны я по загибал сейчас будем загибать с другой стороны вот такие дела вот такая у нас получается сейчас корзиночка и сейчас с этого момента я буду загадка как на хвостик вылез вот этот хвост сейчас надо загнуть обратно сюда бывает иногда такое что пропускаешь одну ленточку она у тебя вылетает в сторону и потом тяжело и уже поймать так сейчас что я сделаю вот такая у нас получилась корзинка скажем так сырая как у меня говорил один знакомый художник сырье вот такое у нас получилось сырье поэтому чтобы это сырье не осталось у нас сырым так вот еще один хвост вылетел я просто напросто опускаю вот эти вот ленточки вниз теперь я просто буду сейчас закладывать их сначала вот эти вот наружные которые у меня здесь остались наружные я сейчас в плиту в стороны и потом уже только потом в конце я лишние куски по обрезаю а пока же я покажу вам как это делать итак смотрим наша корзинка берем краешек вот так вот подрезаны и просто напросто сюда выгоняем в эту ленту вот так раз теперь уже в принципе пошло все быстрее намного быстрее мы уже здесь в конце если я то свое видео прошлогодние с корзинкой где-то ускорял процесс показывать этой съемки так далее то сейчас здесь я ничего не ускоряю я показываю вам так сколько времени по факту уходит на плетение вот этой вот корзинки не забывайте о том что я вам уже рассказывал что мы самую первую корзинку я плел половину почти семь или семь где-то с пустиком часы это потому что ты была моя самая первая корзинка мне никогда никто не 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 показывал этого не рассказывал вот и у меня ушло тогда столько времени а потом когда уже ты некоторые моменты начинаешь понимать где как лучше сделать чтобы ну допустим не расползалась или еще чего-нибудь то конечно же сам процесс уже начинает идти намного быстрее вот тут у меня получился очень короткий хвост но я его загоню загоню сюда у меня потом все равно этот хвост уйдет потому что я сделаю оплетку по краю так а пока делаем вот так вот такие вот дела и сюда в хвостик раз все загнул у меня нет такого особого желания постоянно плести эти корзинки чисто под настроение захотел сделал нет да и пофиг и что с того что у нас это лента постоянно выбрасывается если бы я был пустарем и занимался этим скажем так и на профессиональной основе у меня была бы своя собственная фирмочка по вот этой вот всей этой пустарной фигне платил бы налог то тогда да я вынужден был бы тратить по несколько дней в неделю своего времени на то чтобы делать вот эти вот такие корзинки а потом еще бегать на базар и пытаться их продавать или через и б и вот как многие делают хэндмейт вот этот хэштег и пытаются там что-то продавать и я не из этого сам из и не из этой толпы поэтому я к этому отношусь более-менее спокойно загибаем заворачиваем потом сюда нас через донышко тоже пройдет и вот этот момент где у нас ушел хвост этой ленты так вот более-менее правда конечно с этой стороны рассмотрится криво но сейчас я делаю вот что смотрим внимательно вот этим двум краям я сгибаю получился здесь угол теперь делаю точно так же здесь с этой стороны здесь получился угол теперь вот здесь выходите да так есть и вот здесь тоже так ну что ты более-менее форма какого-то кривого пьяного прямоугольника получилась теперь просто напросто натягиваете ленты по краю и сначала первое что я сейчас вот после всего этого делаю я вот эти наружные хвосты которые вплел загоню их дальше где-то может быть подожму вот так вот вытяну подожму посильнее чтобы был меньший зазор между вот этими вот черными полосками и потом я их когда загону загоню под самое донышко их просто напросто подоживаю вот здесь у нас дно получится действительно очень жесткое очень жесткое получится дно потому что тут у нас лента будет и несколько слоев смотрим смотрим ну за клубникой с такой корзинкой вполне да и не только за клубникой за любыми ягодами в лес куда угодно сейчас мы здесь загибайся заходи за краешек я не взял плоскогубцы потому что при помощи плоскогубцы я всегда вот эти вот хвостки протягиваю так мы сейчас и здесь будем подравнивать точно так же как и вот по этой стороне я делаю здесь эти боковые поэтому очень важный момент плетение корзинки края должны быть остренькие раз да да опять возвращаясь к теме вот это вот каркаса кто-то скажет да ты посмотри какая у тебя получается кривая корзина она никакая посмотри как он люди делают с каркасами там все классно ну люди делают каркасами делаю без каркаса потом потому что все равно в конце она получается именно той формы которой она должна быть квадрат квадратно или прямоугольное берем ножницы лишние края обрезать потому что они сейчас мне будут просто-напросто эти края мешать где наш хвостик это по быстренькому не все я еще видел как человек допустим вот когда он плел плел корзинке я смотрел его видео летет корзинку и в конце когда он говорит чтобы корзинка была стабильная прочная и так далее он заранее приготавливает из железного прута где-то толщиной миллиметра три из этой толстой проволоки он готовит именно каркас для корзинки и потом он на этот каркас делает последние несколько кругов вот этой вот корзинка вы скажем так ты спирали и делает тонкую ручку и говорит вот пожалуйста готова корзинка типа супер корзинка она готова я не спорю каркас это тоже дело но хвалиться не буду но скажу а попробуй как брат без каркаса сделать такую корзинку чтобы она не разваливалась потому что вот это вот лента пластиковая она сама по себе держит и причем очень хорошо держит естественно если вы на нее получите несколько кирпичей сверху то она и загнется скривиться подроблять можно все равно это не страшно видел одного мужика по моему то ли он то ли в мексике то ли где он тоже плетет корзинки из такой же ленты но он сначала делает берет большое 20 литровая пластиковое пластиковое ведро и делает первую оплетку самой ленты по виду то есть гвоздиками тоненькими гвоздиками по ободу этого ведра прибивает ленточки загибает и с другой стороны получается как будто как сетка потом он вокруг этой сетки заплетается у казино я не знаю у каждого свои способы плетение корзинок так с наружными мы закончили сейчас я буду вплетать внутренние и вот как раз для внутренних вот эти вот хвосты длинные мне не нужны поэтому я сейчас обрежу чтобы было с ними меньше возни и сделаю быстренько внутреннюю этого плетку а потом сделаем ручку плетеную ручку не просто вот из ленточки пара хвостиков и все именно плетеную ручку я покажу как это делается делается довольно быстро довольно легко раз и вот это обрезаем так вот это сторону так ну что кривой каркас у нас готов сейчас будем вплетать наружные сюда внутрь сначала я загибаю а потом буду вплетать и вот здесь уже видно что край корзинки получился одной стороны высокий с другой стороны низкий этого можно избежать если вся лента будет действительно держаться ровно если она будет если она будет мягкая так сейчас я вот в плиту сейчас все эти хвосты сюда внутрь сейчас 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 внутри конечно заплетать очень тяжело очень тяжело потому что пространство узкое и не всегда получается сделать настолько быстро насколько тебе хочется сделать поэтому не бывает но тем не менее как говорил райкин рыбовками было кстати из такой ленты можно делать вот этот вот бредень как у рыбаков у нас когда-то парень был и он рассказывал что они будут морды что же можно а это такая говорит плетется из проволоки фигня для рыбалки и там рыба в нее всплывает обратно вывести не может потому что там края вот этой проволоки загнуты внутрь внутри лежит корм рыба запаха заплывает похавает выплыть не может уж упирается мордой в эти острые края и остается в этой морде типа они вот так называть поэтому не называют эту ловушку мордой потому что рыба блин своим пятаком упирается блин в эти края в принципе есть такой ленты можно сделать как бы морду и туда ловушку для рыбы но минус будет в том что она очень быстро покроется всяко этот морской плесень и всей этой дрянью блин поэтому смысла делать ловушку для рыбы за мамушку тут можно юмки себе порезать кожу проткнуть этими краями ну зато результат будет тот кого который мы ожидаем сейчас осталось немножечко даже немножечко чайная ложечка это уже хорошо вот сюда вплетаем попробую сейчас попробую каши нет неудобно но точно так же как снаружи только здесь в закрытом пространстве нужно загонять потом придется все равно вот идет хвостики обрезать придется хвостики обрезать но это так 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 вот так вот говорю сразу эту ленту которую я беру у себя на работе потому что его бросают на мусорку я никому прислать по почте посылкой не могу и делать этого не буду потому что это с одной стороны выглядит глупо с другой стороны не солидно поэтому придется удовольствоваться тем что я вам говорю как плетется корзинка при помощи такой ленты хвост запутался сейчас него аккуратненько в эти края загоню вытащить здесь его вот получилась такая вот ерунда вот такая вот получилось ерунда единственно да видно здесь что у меня края кривые эти кривые края можно выровнять выровнять как загнуть ленту здесь тихонечко в сторону и протянуть его так раз и все будет тогда нормально готова один краешек второй краешек сейчас их тут по загибают а можно сделать можно сделать по-другому выходит сейчас мы сделаем здесь немножечко немножко по-другому так сейчас вытащилась я вот сейчас и вот не делайте мою ошибку чтобы вам показать я поторопился загнать полностью по всему периметру эти ленты и вот что у меня вышел вышел кривой край но этот кривой край я сейчас просто-напросто выровняю я его выровняю ободом который сейчас буду оплетать вокруг так тут еще просто обрежу так теперь сначала мы делаем оба заплетаем его сейчас вокруг корзиночки обод мы будем делать из такой же черной ленты вот берем эту ленточку скучивать крепочку лента мягкая удобная отрезаем хвостик вот так вот и начинаем вплетать вот этот вот край сейчас я стану так чтобы было видно потом я уже в середине то что у меня вот этих хвосты остались их потом просто-напросто подрезаю а сейчас я просто-напросто вот так вот показываю катя значит начинаю вплетать эту эту ленту сюда чтобы сделать у нее плотный край именно плотный край плотный вот этот вот антикран и тогда вы поймете почему я не использую вот этих вот металлических каркасов в плетение корзинки потому что после всего того что тут понаплетаешь после всего того что тут понаплетаешь корзинка принимает именно ту форму которую вы изначально хотели принять а если кто-то скажет я все равно кривые края мы эти края кривые уберем потом нашей плетеной ручкой этих краев не будет видно а пока заплетаем ленту по периметру было бы она конечно другого цвета допустим беленькая желтенькая допустим было бы неплохо да было неплохо но уж какая есть это я взял эту ленту только потому что я так что хвост позакался честно я эту ленту взял только потому что черный увидел эту мягкую пришел там к нам какой-то товар я увидел смотри думал блин выбросили надо подобрать надо надо взять потому что жалко что оно такое пропадает добро пропадает поэтому я взял эту черную и эту зеленую и вот подумал почему бы не сплести корзинку снова и не показать вам видео корзинкой и назвать это видео супер корзинка как я плету супер корзинку она конечно не супер корзинка но как будто вот такие у нас получается краешки здесь на елке-палке вот тут уже действительно самое легкое самое легкое и простое делать каждый чем больше кругов больше слоев вот этой ленты делается по краю тем стабильнее и прочнее становится вся корзинка не смотрите что она такая вот получает сейчас кривенькая не забывайте о том что я вам говорил я делаю без оплетки на ящиках или каких-то заготовках без применения металлического я делаю как это говорят в живую и не забывайте о том что да в конце видео я вам покажу сумку которую я сделал из такой вот пластиковой ленты сумка действительно занял у меня много времени очень много времени но получилось тем не менее получилось и вот вот я вам не все больше кто что вот другая я делаю вот так что что буду подробнее а вот мы вы ходим которым располагали этот хвостик а нашима и шейнку подравниваем еще раз наши края лишнее мы просто напросто отсекаем видно там нет лишнее отсекаем сейчас я буду делать ручку из чего я буду делать ручку вот смотрим беру я эту же жесткую ленту и прогоняю эту ленту через середину корзинки это во первых делает ее более прочной саму корзинку более прочной и стабильной но давай заходите там не клеены вот этот материал сейчас смотрим как я сделаю 1 2 и 3 вот здесь мы сейчас оставим сначала загоняем вот это вот так сюда конечно можно так оставить но я не хочу я буду делать по-другому так этот хвост я отрезаю я сказал что я буду делать корзинку с плетеной ручкой поэтому я буду делать сейчас именно именно плетеную ручку здесь я загоняю по краешку вот так вот сюда под этот хостов где я уже сплел саму корзинку да никто не говорил что будет легко но тем не менее никто не говорил что будет легко но если хочется попробовать то почему бы нет почему бы не попробовать протягиваем есть теперь я выгоняю эту ленту на вторую нашу ручку вернее на вторую сторону так сюда раз два готова тут все равно никто не видит как она была и здесь сейчас я лишний хвост сниму чтобы мне не мешался и здесь раз два пардон я не всегда смотрю в камеру поэтому я вижу что убегаю от камеры со своими изображением так нормально нормально сейчас мы здесь вплетем так же как первый раз просто-напросто вплетаем этот краешек не нужно отрезать чтобы мне здесь не мешал нужно чтобы не порезаться ножницами когда будете резать ленту при плетении корзинки это очень часто происходит плетешь 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 что-то надо отрезать фигак и по пальцу на себе ножницами и все довольно таки неприятные ощущения да давай залезай ты что смотри я сделаю сейчас все равно сейчас сделаем так и еще пару своеобразных пролетов сюда раз и два давай заходи не хочет смотря не хочет зараза есть залезла вот поэтому нужно подрезать именно так вот это я вытягиваю ленту просто так все ну в принципе можно было так и оставить да но нет нет мы ее так не оставим мы берем нашу черную ленту который у нас осталось вот это вот лента и вплетаем эту ленту сначала вот сюда вот так вот маленьким краешком немного чтобы просто ее зацепить эту ленту она у нас не выскакивала никуда есть опять смотрите что я делаю я начинаю плести именно заплетать сюда друг за дружку сцепляя их в одно вот это очень легко и очень быстро вот смотрите очень легко и очень быстро видно я сейчас смотрю в камеру стараюсь смотреть в камеру чтобы видеть как я плету и чтобы не убегать от объектива вот так и вот такая у нас получается своеобразная ручка кстати кстати я вам сейчас опять кое-что покажу для чего можно использовать вот эту вот корзинку с такой лучше но давайте дождемся окончании плетения ручки вот такая получается косичка согласитесь такая ручка намного удобнее в руке да и смотрится немножко иначе чем просто вот такая вот тонкая да который может врезаться в пальцы так что я делаю теперь теперь я вот что делаю я проматываю эту ленту сюда вот и отсюда я прогоняю ее снова под эту ручку вот сюда вот вот сюда куда-то пошла куда пошла сюда и прогоняю ладно заходи по две пофиг и таким же образом как я сделал первый первый оборот таким же образом я делаю второй оборот но второй оборот будет немножко сложнее потому что у меня здесь уже есть лента но я хочу сделать довольно таки плотную ручку поэтому блин и спорт испортил можно конечно так оставить блин я облажался я облажался в плане того что у меня не в принципе на в принципе то она получилась нормально нет вторая лента уже не зайдет если делать тонкая лента тогда да тонкая лента пройдет свободно я из корзинки именно с двойным плетением вот этой ручки поэтому я сейчас просто вот эту ленту прогоню еще раз как обод вокруг корзинки для того чтобы она стала еще стабильнее вот и плотнее у краю и тогда вы можете сюда не только клубнику собирать там не знаю ягоду малину которая кого-то там куда-то манила блин ну и блин кабачки кабачок зверь знатный кабачок зверь вкусный да вот такие вот дела на сейчас мы закончим осталось немножко осталось совсем немножко и вот этот хвост сейчас тоже идет и разочек и чтобы вот это вот косяка не было видно перекрываем этой ленты вы хотите сказать что слишком много ленты нет и и не будет видно эту ленту все нормально так теперь я просто отрезаем подравниваю еще немножечко разочек здесь подравняю этой корзинке нужно время чтобы сама лента начала вспоминать что она лента немножечко расправилась вот такая у нас получилась корзинка вот такая у нас получилась корзинка сейчас я камеру поправлю еще еще немножечко вот такая корзинка сколько у нас ушло времени я не засекал но я вам обещал показать сумку которую я сплю вы с такой же ленты вот пожалуйста естественно цвет у этой ленты другой эта лента была мягче легче в обработке но поверхность не было жестче но тем не менее вот у меня в этой сумке сумка с сумками сюда в свободно влезает 4 бутылки молока они того чего подумать вот такая вот сумочка сложная была работа ну и сегодняшняя корзинка и да для чего можно использовать такую корзинку сейчас я вам покажу для чего а вот для чего если кто не видел мое первое видео но смотрите сейчас у меня в корзинках прищепки вот такие дела в общем не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить свой комментарий нажать на колокольчик чтобы всегда быть в курсе событий у нас на канале ну и плетите корзинки потому что скоро наступает клубничный сезон нужно ходить за ягодами всем удачи пока вырезать надо хвостик видео сделал хвостики блин в конце так и остались ну что теперь более-менее нормально вот такая корзиночка получилось да даже лук можно сюда складывать нафиг но ну что пошли за грибами